Почему стохотический градиентный спуск с импульсом работы? Если бы мы начинали вот в этой точке, то через пару итераций мы бы попали вот в эту точку, которая недалеко находится от исходной точки. Это происходит из-за того, что у нас градиент loss-функции сильно мечется. И поэтому, когда мы складываем два последовательных градиента, у нас получается практически нулевой вектор, ну очень маленькое спещение. В стохотическом градиентном спуске с импульсом за пару итераций мало изменяется не координата, а мало изменяется скорость. А вот скорость уже может накапливаться. Поскольку у нас градиент loss-функции теперь напрямую влияет не на координату, а на скорость, то вдоль направления, вдоль которого градиент loss-функции все время изменяет знак, в сумме будет практически ноль. А вот вдоль направления, вдоль которого градиент стабильно дает один и тот же знак, то есть вдоль вот этого направления, будет существенно отличаться от нуля. Поэтому сначала шар катится в направлении градиента, однако через некоторое время шар начинает катиться вдоль того направления, вдоль которого градиент стабильно одного и того же знака. И скорость будет равна нулю вдоль того направления, вдоль которого знак градиента все время изменяется.